привет бойцы я продолжаю свои видео уроки и сегодня я хочу тебе показать часть моей тренировочки в которой мы будем работать серийная работа над темп то есть это довольно тяжелая даже очень тяжелая работа но она необходима просто всем особенно кто хочет где-то спарринговаться или готовить себя к соревнованиям она очень важная мы будем работать три комбинации ты их увидишь очень хороший вовсе практичной комбинации ребята begin стараться этим делать над им и одновременно работая в таком стиле наработку комбинаций мы будем учиться принимать удары то есть не бояться ударов учиться принимать удары и в глухой защите для того чтобы убрать страх удара и сразу с такой защиты переходить в контратак у своей комбинации и в конце у ребят будет 3 раунда вольных пою Все это аккуратно, спокойно, никакого рубки там, убийства. Это тренировка и тренировочная работа. Подписывайся на канал, ставь лайк в конце и под видео в описании. Есть бесплатные видеокурсы, которые помогут тебе вырасти как боец. Настойчивость и тренировка. В закрытом онлайн-клубе Muay Thai CK ты найдешь очень интересные и полезные онлайн-встречи, закрытые видеоуроки, а также 50 готовых пошагово расписанных тренировок. Ссылка в описании под видео. Итак, первая комбинация, которую будут нарабатывать ребята, это два прямых лоу-кик. Стандартная, классическая комбинация, которую знают все и делают все, наверное, с первых месяцев тренировок. То есть два прямых левый-правый и правый мощный лоу-кик, он заканчивает эту комбинацию, отбивая ноги. Мы одновременно делаем в этой наработке и атаку, и защиту. Это очень такая важная наработка. То есть мы учимся сейчас просто принимать удары в глухой защите. Без блоков, без сбивочек, без уклонов, без нырков. Все принимаем на глухую защиту. То есть два прямых приняли на перчаточки и выставили колено под лоу-кик. То есть коленом стараемся угадать ногу противника. То есть одновременно работая комбинацию и контратаку этой же комбинации, мы сразу учимся не бояться удара. Следующая комбинация левый лоу-кик внутренний. То есть атаку начинаем с левого внутреннего лоу-кика. С передней ноги сразу быстро, коротко, без размножек сразу. Убираем все внимание вниз на ноги противника. Обычно от этого удара ребята опускают руки, как-то сводят ноги, стараются удары прижать. То есть они такие страшные. Многие боятся, что удар придет не в ногу, а между ног. Поэтому он зажимает противника. После чего сразу жесткий правый прямой наносим в голову. И после этого уже заканчиваем левой рукой в печень. Опасная комбинация, очень хорошая, она часто проходит в боях. Итак, наша третья комбинация. Сейчас мы будем как раз начинать с левого апперкота. Для чего это делается? Это короткий левый апперкот. Он идет не столько силовой, сколько он нужен для того, чтобы поднять голову противника. Немножко разбить его защиту, поднять голову. И дальше мы вставляем туда жесткий правый прямой. Мы его вставляем, можно даже это делать не столько ударом, сколько толчком. То есть, такой удар-толчок для того, чтобы убрать противника немножко назад на дистанцию удара для хайкика. После правого прямого обычно противники опускают руки. То есть, ребята обычно опускают руки, так как чувствуют, что дистанция увеличилась и можно расслабиться. И правой ногой, правой хайкик, он классно туда заходит. Итак, у нас начинается произвольная работа. Вольные бои. Будет три раунда вольных боев. То есть, здесь особо комментировать-то я ничего не буду. Ты можешь сам все посмотреть. Ребята работают спокойно, аккуратно, но стараются немножко добавлять силы. Стараются комбинировать руки-ноги. И тоже стараются. То есть, задача была больше попринимать удары, убрать вот этот страх. Для этого, конечно, нужно работать аккуратно и с грамотными напарниками, скажем так. Потому что, если начнут всаживать в полную силу все, то, конечно, тебе будет страшно, тебе будет больно. И ты не сможешь почувствовать удары и попринимать их в глухую защиту. Но здесь задача у ребят была, это больше, меньше как бы убегать, меньше суетиться, а входить в атаку своими ударами, попринимать и сразу контратаковать. Или же войти в атаку, скажем так, серией какой-то, пробить серию и разорвать дистанцию, просто не дать себя контратаковать. То есть, такая наработка. Атака и разрыв дистанции. Или попринимать удары и, наоборот, успеть контратаковать противника, который застоялся после своей атаки. То есть, в принципе, произвольная работа, она может быть абсолютно разной. Но небольшие условности, небольшие задачи, как бы, все равно на нее должны ставиться. Наработка каких-то качеств, там, глухой защиты. Или, наоборот, там, уходить от всех ударов. Ну, в данном случае, я уже сказал, что ребята стараются попринимать и уже поработать на контратаках. И главная задача серийность. Постоянно бить сериями. Рука-нога, нога-рука. Нарабатывать серийную работу. Итак, досматривай спарринги, ребят. Ты обязательно возьмешь для себя что-то полезное. Какие-то связочки, наработки. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Забирай видеокурсы в конце и под видео. Настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok